Книга «Открытым оком» 7 том. Вопрос 1810. Тема «Жития». «Мне теперь вдруг стало понятно, что такие жития, как проалексия Божия человека, они совсем не по Евангелию, а у женщин подобные биографии были», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот сценарий разыгрывал враг душ не раз и ни в одной географической точке земного шара. Если это экранизировать, то слез не хватит. И все это на совести этих чернорисцев, которые вылавливали вот такие души и губили попутно еще десятки душ, которые брали эти антиевангельские поступки за образец и подражали им. Реки, моряк горя приносили эти странствующие мертвецы, кого только они не обольстили этими обещаниями Царства Божия, о котором не имели ни малейшего представления. Обратите внимание только на выделенные слова. Это житие занимает много места, но приходится и на это пойти, чтобы, хотя так, раскрыть слепые очи православных сегодняшних лиходеев в рясах и без ряс. Они ведь не желают подобного себе. О Боге, о Христе и о Евангелии тут нет даже намека, не говорится. Главное создать мучения, бремена совершенно непосильные, и вот такую душу обобрать и загнать ее, изгноить до срока. В полном смысле убийцы и злостные палачи. И кому они это подстроили? Благодетелю своему, кормильцу своему, верующему. Его страдания тут же перевели на Бога. Это же Он любит наши страдания. Это не мы, нет, это все по Божьему смотрению. Бог же говорит, Иеремия 32-35, «Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость». Обольстили девчонку, заставили ее жить всю жизнь во лжи. Ефросинья, память 25 сентября. Среди искателей руки Ефросиньи был один муж, отличавшийся перед всеми своим благородством, саном, богатством и славой. Он упросил Пафнутия, чтобы тот выдал дочь свою за его сына, на что Пафнутий и согласился. Сговорившись, они назначили время бракосочетания. Еще до брака Пафнутий пошел с дочерью в монастырь, где жил вышеупомянутый игумен. Коего он почитал как отца и сказал ему, «Я привел к тебе, святой отец, дочь мою, ту самую, которую Бог даровал мне по твоим молитвам. Прошу тебя помолись за нее, ибо я хочу отдать ее в замужество». Игумен благословил Ефросинью и затем начал беседовать с Пафнутием о спасении души. А дочь его поучал целомудрию, смирению, страху Божию и любви к Творцу, а также увещевал ее творить милостыню. Все сии слова глубоко западали в сердце мудрой и благоразумной девицы. Имевший тогда восемнадцать лет от роду, три дня прожил Пафнутий с дочерью своей в монастырской горнице. И инок не застал Пафнутия дома. Ефросинья, узнав о приходе к ним в дом чернорисца, позвала его к себе и начала расспрашивать о том, сколько в их обители братьи. Он отвечал ей, «Триста пятьдесят два человека». Тогда она спросила его, «Если кто-нибудь придет в вашу обитель и захочет жить с вами, примет ли его ваш игумен?» На сие инок отвечал, «Конечно, с радостью примет, пометуя слова Господни, приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6, 37. Девица еще предложила ему вопрос, «Все ли вы вместе поете и одинаково ли поститесь?» «Да, мы поем все вместе», – отвечал инок. «Опаститься каждый из нас столько, сколько хочет и может». Расспросивший у чернорисца все о монастырской жизни, девица сказала ему, «Хотелось бы и мне начать такую жизнь, но я боюсь ослушаться отца своего, ибо он желает выдать меня замуж, увлекаясь богатством суетного сего мира». Чернорисец сказал ей, «Не желай временного и скоро приходящего союза со смертным, но посвяти себя Христу. Он вместо всех скоро приходящих и суетных благ дарует тебе Царство Небесное и пребывание с ангелами. Выйди тайно из дома и иди в монастырь. Оставив одежды мирские, облекись в иноческое одеяние, чтобы тебя не могли узнать. Обрадовалась святая Ефросинья, услышав сии слова инока. И спросила его, «Кто же пострижет меня?» Он же ей отвечал, «Отец твой пойдет в нашу обитель и останется там три или четыре дня, а ты в то время призови к себе какого-нибудь инока. Он с радостью исполнит твое желание и пострижет тебя». В то время, когда они беседовали так друг с другом, пришел Пафнутий и, увидев чернорисца, спросил его, «Что побудило тебя прийти к нам, отче?» И инок ответил, «Наступает память основателя нашего монастыря, и игумен просит тебя прийти к нам и принять участие в нашем празднике. За сие получишь благословение от Бога». С радостью согласился Пафнутий идти вместе с иноком в обитель и взял с собой много даров для монастырской церкви и братьев. В его отсутствие дочь его, святая Ефросинья, позвала к себе одного из верных слуг своих и сказала ему, «Иди в монастырь преподобного Феодосия, войди там в церковь и призови ко мне первого инока, которого встретишь». Слуга тут, по особому Божию смотрению, встретился с одним иноком, несшим из обители свое рукоделие для продажи. Он попросил инока идти вместе с ним в дом его господина, и тот согласился. Ефросинья, увидев почтенного инока, пошла навстречу и поклонилась ему, прося его помолиться за нее. Инок помолился, благословил ее, и они сели. Святая Дева начала говорить ему так, «Господин, отец мой, христианин и верный слуга Божий, матери моей нет уже в живых, родитель мой, имеющий большое богатство, желает выдать меня замуж, чтобы не пропали все его сокровища. Я же не хотела бы осквернять себя мирскую суетою, но боюсь ослушаться отца моего, и потому не знаю, что мне делать. Всю предыдущую ночь я провела без сна, умоляя Бога, чтобы он не спасал мне милость свою. А при наступлении утра захотелось мне позвать к себе одного из отцов-подвижников, дабы услышать от него слово назидания и указания, как мне следует поступать. Умоляю тебя, отче, научи меня пути Господню, ибо я знаю, что ты мне послан от Бога». Тогда старец начал поучать ее так. «Господь говорит во Святом Евангелии, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Лука 14, 26. «Не знаю я, что тебе сказать больше всего. Если ты можешь вынести борьбу с плотью, то оставь все и беги от мира сего». Как Израиль от работ фараона. А наследников богатства отца твоего весьма много. Церкви, монастыри, больницы, странно приимные дома, сироты, вдовы, странники, заключенные в темнице и взятые в плен. Отец твой может раздать имение, «Кому захочет, сама же ты позабудься о душе своей». На сие девица сказала ему, «Я надеюсь на Бога и на твои молитвы. Отче, ибо думаю при помощи свыше посвятить себя Богу». «Немедлень с ним намерением, дочь моя», ответил ей старец. «Ибо кто отлагает совершение богоугодного подвига, тот обыкновенно потом раскаивается в таком замедлении. «Время и теперь покаяться». Святая Ефросинья сказала старцу, «Для того я и попросила тебя, отче, прийти ко мне. Я хотела, чтобы ты исполнил желание сердца моего». И помолившийся мне благословил и постриг меня. Тогда старец встал, помолился и постриг по Божьему соизволению Ефросинью выночества, возложив на нее схему. При всем он сказал ей, «Бог, даровавший спасение всем святым своим, да хранит тебя от всякого зла». После того он отправился в свою обитель, радуясь и славя Бога. Между тем Ефросинья стала размышлять в сердце своем. «Если я пойду в девический монастырь, то отец мой найдет меня там, принудит выйти из обители и вступить в брак. Посему мне лучше отправиться в монастырь мужской, где никто меня не узнает». Решившись исполнить свое намерение, она поздно вечером оделась в мужскую одежду и тайно от всех вышла из дома, взяв с собой только пятьдесят золотых монет и скрылась на ту ночь в некоем месте. Поутру же отец ее пришел в город и по особому устроению Божию тотчас пошел в церковь, а Ефросинья удалилась в тот монастырь, где знали ее отца. Подойдя к воротам обители, она постучалась и сказала привратнику «Подойди, доложи игумену, что пришел из царского дворца Евнух и стоит у ворот, желая побеседовать с ним». Когда игумен вышел, Ефросинья пала на землю и поклонилась ему. Он поднял ее и помолился по обычаю, после чего они оба сели. Затем он начал спрашивать ее «Почему, чадо, ты пришел к нам?» Ефросинья отвечала ему «Отче, я служил Евнухом в царском дворце и очень полюбил житие иноческое, но не нашел в городе того, чего искала душа моя. Узнав о подвижнической жизни иноков твоего монастыря, я пришел в сию святую обитель, желая подвязаться с ними, с вами». На сие игумен отвечал «Хорошо ты сделал, чадо, что пришел к нам. Если тебе хочется пожить в нашей обители, то оставайся здесь». Затем он спросил «Как ее зовут?» Ефросинья отвечала, что имя ее «Измаракт». «Чадо, измаракт», — сказал иностоятель, «ты молотый, потому не можешь один жить в келье. Тебе нужно иметь духовного наставника, чтобы он руководил тобою в иноческой жизни. Научил бы тебя монастырскому уставу и всем обычаям». На сие от раковицы ответила «Устрой меня, отче, так, как тебе угодно». В то же время она вынула 50 золотых монет, дала игумену и сказала «Возьми сие, отче, впоследствии и все остальное мое имущество, оставшееся в городе. Я пожертвую монастырь». Игумен призвал одного из иноков по имени Агапит, мужа святой жизни, и поручил ему измаракт да со следующими словами «Пусть сей юноша отныне будет твоим духовным сыном и учеником. Наставляй же его в добродетелях, чтобы он превзошел и учителя». У нового инока было очень красивое лицо. Когда он приходил в церковь к богослужению, дьявол смущал многих из братьев нечистыми помыслами, уязвляя их сердца красотой у нового инока. Посему братья сетовала на игумена, говоря «Для чего ты ввел в обитель такого красивого брата на соблазн немощнейшим инокам?» Услышав сие, игумен призвал к себе измарагда и сказал ему «Взирая на красоту твою, немощнейшей, из братья соблазняются. Посему лучше тебе одному пребывать в келье, подвязаясь к безмолвии и молитве, и не приходить в церковь. Твой духовный наставник будет и пищу приносить твою келью, так, чтобы тебе не нужно было никуда выходить из нее». Ефросинья отвечала «Как ты повелеваешь, отче, так я и сделаю». Игумен приказал Агапиту приготовить уединенную келью для измарагда. Агапит исполнил волю настоятеля и ввел в ту келью измарагда, который стал проводить там время в молитве, посте и бдении, день и ночь, служа Богу в чистоте своего сердца. Немедленно разослали по всей Александрии всадников искать Ефросинью. Искали ее и по домам соседей, и по дорогам, и на берегу моря, и на кораблях. Обошли они много женских монастырей, поля, пустыни, горы и пещеры. Везде искали дочь опечаленного отца. Нигде не найдя ее, посланные вернулись со скорбью. И плакали все о ней, как об умершей. Жених рыдал о невесте своей, свекор скорбел о невестке своей, а отец проливал горькие слезы, а дочери своей, как некогда, Иаков об Иосифе и говорил такие скорбные речи. «Увы мне, чадо мое сладкое, увы мне, свет очей моих, увы мне, утехо души моей. Кто украл сокровище мое? Кто иссушил ветвь мою? Кто угасил светильник мой? Кто отнял у меня надежду мою? Кто обесчестил дочь мою? Как волк растерзал агницу мою? Какое место скрыло от меня ее светлое лицо? Она послужила бы восстановлением рода моего, была бы жезлом старости моей, утешением в печалях моих. Пусть не скроет в себе земля тела моего, пока я не узнаю, что случилось с дочерью моею, Ефросиньей. Все собравшиеся у Пафнутия друзья и соседи также сетовали и громко рыдали вместе с ним о неожиданной гибели его дочери. Не находя нигде облегчения в своей печали, Пафнутий пришел в монастырь, где дочь его подвязалась в затворе и, упав к ногам Игумена, сказал «Отче, не переставай молить Бога о том, чтобы он услышал мои молитвы, ибо я не знаю, что приключилось с дочерью моей. Похитил ли ее кто-нибудь или же она погибла каким-нибудь иным образом?» Услышав все слова, честный старец весьма смутился и, собрав к себе всю братью, сказал «Братья, покажите любовь, помолитесь Господу, чтобы он благоволил открыть нам о судьбе дочери друга и благодетеля нашего Пафнутия». В продолжении целой седмицы иноки постились и молились, но никакого откровения им не последовало, как то бывало при других их прошениях. Ибо днем и ночью Ефросинья молилась Богу, чтобы он не открывал о ней никому всей земной жизни. И ее молитвы были сильнее молитв всей братьи. Не получая никакого откровения о Ефросинье, Игумен начал утешать Пафнутия такими словами. «Чадо! Не пренебрегай наказание Господне, ибо Господь, кого любит, того наказывает» Евреям 12, 5, 6. «Если без воли Господней ни одна птица не пойдет на землю, тем более ничего не могло произойти с твоей дочерью, я думаю, что она избрала благую часть, и посему нам не было о ней откровения от Бога. Если бы она впала в грех, да не будет всего, то Бог не презрел бы столь великий молитвенный труд всей братья нашей обители и открыл бы нам о ней. Я же имею надежду, что еще всей земной жизни Господь откроет тебе о ней». Пафнутий несколько утешился такими словами и вернулся в свой дом благодаря Богу. Каждый день он прилежно молился Господу и подавал обильную милостоню бедным. По прошествии нескольких дней он опять посетил монастырь и просил у братьев молитв. Однажды, встретившись с игуменом, он поклонился ему и сказал «Помолись за меня, отче, потому что моя скорь по дочери все не проходит. Душа моя немало не утешилась, рана сердца моего все увеличивается и с каждым днем скорбь моя все усиливается». Игумен, видя его великую печаль, всячески утешал его. В одной из своих бесед с ним он вспомнил об Измарагде и сказал «Есть у нас инок, проводящий очень строгую жизнь. Он пришел к нам из дворца императора Феодосия, и все мы удивляемся его святой жизни. Не хочешь ли побеседовать с ним? Быть может, ты получишь из сей беседы, хотя некоторую отраду, ибо он исполнен святого духа». «Да, хочу», отвечал Пафнутий. Тогда Игумен, не зная, что Измарагд дочь Пафнутия, призвал Агапита и сказал ему «Отведи Пафнутия к Измарагду, чтобы он с ним побеседовал». Агапит и Пафнутий вошли в келью Измарагда. Когда Ифросинья увидела отца своего, то узнала его и залилась слезами. А Пафнутий подумал, что она плачет от молитвенного умиления. Узнать же ее он не мог, ибо от сильного воздержания и всенощных молитв цвет лица ее увял, да и сама Ифросинья намеренно покрыла клобуком лицо свое, чтобы ее не могли узнать. Помолившись, оба они сели и Измарагд начал свою беседу с Пафнутием. Говорил ему о Царстве Небесном, о вечной славе, коей человек может достигнуть через смирение, чистоту, святость, милостыню и любовь. Говорил он ему об оставлении мира и о том, что не следует любить детей больше Бога, Творца всего. Указывал на слова апостола, что от скорби происходит терпение, а от терпения опытность. Римлянам 5, 3, 4. Видя великую скорбь своего отца, Измарагд соболезновал ему и утешал его, говоря, «Поверь мне, Бог не оставит тебя, ибо если бы дочь твоя находилась на пагубном пути, то Господь бы тебе открыл бы тебе о ней по молитвам святых отцов, которые о том столь усердно молились. Нет, я твердо уверен, что дочь твоя послушалась благого учителя, говорящего в Евангелии, кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Матфея 10, 37, Лука 14, 33. «Бог может и всей еще жизни показать тебе ее. Посему перестань скорбеть, для чего ты убиваешься печалью? Напротив, за все благодари Бога и не теряй надежды, ибо и я, когда учитель мой Агапит возвестил мне о твоем пришествии в обитель и о скорби твоей прилежно молился Богу, чтобы он дал тебе терпение и мужество, все устроил бы на пользу тебе и дочери твоей и утешился бы, и утешил бы тебя». А Эзмарагд прожил в той обители 38 лет, проводя богоугодную жизнь. По прошествии сего времени он впал в тяжкую болезнь, после которой и предал Господу свою душу. Еще до представления его Пафнути опять пришел в монастырь на поклонение и для посещения братьям. После обычной беседы с Игуменом он сказал ему «Отче, если возможно, позволь мне повидаться с братом Измарагдом, ибо я очень люблю его». Игумен, призвав Агапита, поручил ему отвезти Пафнутия к Измарагду. Когда Пафнутия вошел в келью и его и увидел Измарагда лежащим на постели в сильной болезни, то припал к его ложу и стал говорить с горькими слезами «Увы мне, где сладкие слова твои? Где обещания твои о том, что я увижу погибшую дочь мою? Вот, я не только не вижу ее, но лишаюсь и тебя, моего утешителя, увы мне! Кто теперь утешит старость мою? Кому я пойду и кто будет отрадуя в печали моей? Я плачу и душевно скорблю о разлуке с тобою. Вот уже тридцать восемь лет, как я не вижу дочери своей и не получаю ниоткуда вестей о ней. Да и, дорогой мой измарагд покидает меня, измарагд, о котором я так сильно радовался, как будто бы я нашел свою погибшую дочь. И чего мне теперь ожидать? Где найти себе утешение? Остается мне одно — сойти в гроб с своей печалью. Теперь же прошу тебя об одном. Останься здесь три дня и не покидай меня. Наконец настал третий день. Ифра Синья, получившая откровение о времени своего отшествия ко Господу, призвала к себе отца своего по Фнути и сказала ему «Всемогущий Бог устроил мою судьбу по своей воле и исполнил мое желание. Ныне я достигла конца своих подвигов, прошедший иноческий путь не своею силою, но помощью того, кто сохранил меня среди сетей вражеских. Я не хочу, чтобы ты дольше скорбела дочери своей. Я Ефра Синья, дочь твоя, ты же отец мой. Я та, которую ты ищешь. Я ради любви к Богу оставила тебя, отца моего. Все наследство и временного жениха и пришла сюда, утаив, что я женщина. Теперь прошу тебя, не допускай, чтобы кто-нибудь другой, кроме тебя, омыл тело мое. Еще умоляю тебя, исполни мое обещание, данное мною настоятелю сей обители. Когда я просила его принять меня сюда, то сказала, что у меня большое имущество, которое я намерена пожертвовать в сию обитель. Посему исполни мое обещание, внеси оставшееся имущество в сей монастырь и помолись о мне. После сих слов Ефра Синья предала дух свой Господу. Услышав все сие и увидев, что дочь его умерла, пафнути от страха и великой скорби, впал в расслабление и лежал на земле как мертвый. Когда пришел, Агапита увидел, что измарагд приставился, а пафнути чуть жив, то облил водой лицо пафнути, поднял его с земли и спросил его, что с тобой, пафнути? Он же отвечал ему на сие, оставь меня умереть здесь, ибо я увидел дивное чудо. Затем пафнути встал с земли и припал к лицу усопший плача горько и говоря, увы мне, милое чадо мое, почему ты не открылась мне раньше сего часа? Ох, как бы желал я умереть с тобою, горе мне, что ты утаилась от меня, дорогая дочь моя. А отец ее пафнути и возвратился в свой дом, раздал имение свое по церквам и монастырям, нищим и странникам, а оставшуюся значительную часть его принес тот монастырь, на нужды его и сам постригся в нем. Он испросил для себя келью дочери своей и прожил в ней богоугодно десять лет. По прошествии сего времени он приставился на той же самой рогоже, на которой скончалась его дочь, преподобная Ефросиния. Нечистое поле нечистые злаки и люди словами нечистыми хлещут зерну неочищенным в ворохе плакать в огонь неочищенных тянут нас клещи родившая мать не повинна как вроде нечистая в храм не войдет зачатие нечистая с лаской приходит таков человеческий род кто может сказать о себе что он чист что сердце его без греха ни разу родителей не огорчил а мусора чьи вороха звезда Вифлеема родился Иисус от девы причистой безгрешной столпой по жаре на голгофу плетусь других не святее конечно кто веру и примет Иисуса Христа свой разум и сердце доверят ему очищены будут дела и уста строжайший фильтры поставят уму творец Иегова и сын его слова свое очищение нам дарят в крещении то счастье святое не в конской подкове в прощенье избыть бесконечных мучений священным писанием чистим мозги пророки по совести драют молотят дненные мои колоски мнут глину доколе сырая горшечник сосут прокинут и вымыл о чудо не хлещет из трещин он щелочью едкой протравливал мылом врач часто и скальпелем лечит не чисто не чисто вопила вся сущность нет чистого места на грязной рабыне жених мой нашел меня авва мой сущий омыл и белее волны стало ныне 26 августа 2003 года Игнатий Лапкин врачи врачи